Снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас речь пойдет про выставку Japan Drone 2022. Я уже взял себе пригласительный, оформил все и направляюсь вовнутрь. Как вы видите, за моей спиной находится очень большая выставка всех технологий, которые связаны с дронами, управление, это контроллеры, сами дроны, в том числе и знаменитая фирма Futaba, которая производит радиоуправление. Ну что ж, пойдем вовнутрь. У нас, кстати, осталось времени не так много. До закрытия выставки осталось всего лишь около часа. Надеюсь, я успею показать. Я здесь прошел все разок, посмотрел вообще, что есть интересное. Сейчас вам покажу. На самом деле очень много стендов, в которых реально интересные технологии. Поэтому мы, наверное, пойдем по-быстрому, чтобы успеть. Тут находится навигационная система E-B-Navigation, E-B-Navigator называется. Что-то оно, шашин только долго, да? Да, еще немного, да. А, окей, спасибо. Кану-систему Асуну, фунэдакет, скатый москосом? А, фунэдакет, 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 да. А, фунэдакет. Во-вот. Большое спасибо. Спасибо. а это за что тут находится вот джим джима интернет групп они делают там разные солюшен для дронов что здесь фокусима next generation aviation strategy promotion интересный дрон это гидроплан также есть дрон который для космической системы используется space frame drones и так понимаю это наподобие тех модулей которые на луну сбрасываются автономных вот это очень интересная штука вот эта штука ее надо только в видео показывать а а сейчас я ассиа шишин дайжоус ка я же конкурс о сегу а вот а соседки мы мимостей до дому конокна полуга а жмете со сметой мать на дэ сон мокреки на дискаса на Шума, где есть, в терминозах и в нём. ДЖポкет 2 или зетта. Выберем. 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 Выберем в твое баль. Вот это автор. Выберем. 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 Это не трон, да? Да. Да, это трон. О, это круто. Это трон, да? Это трон. Это трон. Да. Это очень удобно. Дочери тоже используются. Да, это очень удобно. Это очень удобно. Катастроф! Оно! ú啊 Урешение на этой модели! Из-заドラ Дейлверой технологии. Смотрю маузку. inaccessия О, классно! Смешно! Смешно Lightning! Смешно! Меча корой, да. Да, да. Чуть на дно, умрёте, а я вернусь. Аа, да. А, да. А, да. А, да, да. А, да, да. О, сухой, да. Меча есть. О, сухой. 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 Спасибо. Да, да, интересно. Балансировка, система. Это вот защита для дрона. Сетка. Сетка такая очень большая. Сухой. Меча и... О, сухой. Меча и... О, сухой. Дроп и... Дроп Дроп и... Ватопров. Ааа, сухой. Допустим, ааа, сухой. Ааа, сухой. Ааа, сухой. Ааа, сухой. Ааа, сухой. Очень хорошая система. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы продолжаем. Здесь у них показано, что и материал из чего делается. Алюминий авиационный. Дальше системы. Системы, которые работают... В случае, если произошла какая-то авария или еще что-то. Показывают вот дрону, такую коляску привозят на крышу или куда-то там на балкон. И потом по лестнице можно спустить человека, который неходящий. Или, например, в госпитале, если у него ноги не работают. В общем, людей с ограниченными возможностями можно спокойно спускать по лестнице на вот этой тележке без каких-либо проблем. Там не особо интересно. Пойдем сюда глянем. Пин аэротехнологи. Это, в общем, система, которая делает два генератора. Вот этот генератор стоит... Я так понял, это джет-генератор, только реактивный. Вот типа такого дрона ставят два генератора, и они заряжают батарейку на этом дроне. Следовательно, от батарейки питаются моторы, электромоторы. И на них дрон уже летит. Вот такая система гибридная получается. Интересно вообще сделали. Ладно, пойдем дальше. Докума Скай. Но Докума Скай на этот раз не особо тут много всего выставил. Но есть вот интересная пара тут такого плана. Пульт управления как свитч. Скайдио, S2+, 3D-скен делает. И вот там док. Док-станция. Мы, кстати, их сейчас тестируем. Вот эти дроны. Вот это дроны с ковром. Как видите, здесь QR-код на ковре, и там на платформе тоже QR-код. И когда он садится, он считывает эти камеры, эти QR-коды и осуществляет точную посадку. Вот здесь представлены две модели. Это продукция американской компании Скайдио 2+, и X2E. Делает трехмерная модель также разная. Это SOTEN дрон. Интересная такая система, но если честно, я ее не управлял, не знаю. Тут находится японский производитель Institute of Cytocene Research. Они делают вот как раз такой дрон. А он наподобие квадрокоптера, только еще сзади мотор и типа самолет с гибридной дроном. Интересно сделано. Ну, тут известная компания General Atomics. Я думаю, объяснять не надо, кто это. Can I take picture? Да. Лучше спросить, а то мало ли. Все-таки, как сказать, компания, разрабатывающая вот такие дроны. Это реальный прототип дрона. Похож на ракету. Тут никакой информации нету по этому дрону. В общем, это та контора, которая производит известные Рапторы. И там подобные дроны, как вы видите. Работает совместно с правительством США и Пентагоном. И поставляет для них основную массу всех беспилотных летательных аппаратов. Пойдем посмотрим. Да. Ну, тут такая информация. Это не об этом дроне. Да. Как выглядят. Вот они такие дроны. Ну, в Японии используются гражданские версии этих дронов. Потому что гражданские версии этих дронов тоже используются хорошо. Например, для обследования местности. Но в Японии очень строгие законы и сложно использовать такие большие дроны. Здесь защита для дронов. Это такие 360 защита для того, чтобы дрон не ударялся. Вот, кстати, здесь представлены модели SoftBank. SoftBank дроны. Большой дрон. Спереди стоит лайдер. Ну, лазерный радар. Такая платформа. И дальше еще здесь. AirPig Sony. AirPig Sony. Ну, кстати, Sony мы сейчас подойдем, посмотрим, что там будет интересно. Вообще, на самом деле, здесь народу очень много. Это AGL. AeroJ Lab. Компания, производящая тоже дроны. Очень большие. Огромные просто карбоновые лопасти. Дроны размером, наверное, метр... Метр пятьдесят на метр пятьдесят, если вместе с пропеллерами. Очень похоже. Подвес Sony. Сонька висит. Genas. Это дроны со своей системой управления. Кстати, у них продвинутая система управления. Здесь очень большой пульт. Я считаю, что один из лучших вот таких пультов. Очень точное управление. Даже самыми большими дронами и телеметрией. Прям как на самолете, как вы видите. Прям очень супер сделано. Все до мельчайших деталей. Он GNS, количество спутников, заряд батареи. Все. Батарейка садится. Ладно, погнали дальше. Использует камеры термический FLIR. Genas Sky. Вот тут информация про него. Возможно, потом глянем. Outel. Или Phase One. Ну, Phase One использует DJ-овские дроны. Но это контора, которая занимается обработкой изображения. Как вы видите, на камеру, камера специально идет. Phase One камера в подвесе к 300-му дрону. И, видимо, которая занимается очень точной съемкой зум-камеры или еще что-то. Да, вот видите, 150-мм линз, 300-мм линз и подвес сам для нее. Phase One даже вот показан фотоаппарат. EMS. Это системы дронов тоже. Где меняется подвес. Наверх можно поставить, вниз можно поставить. Drone Open Platform. Airpeak. Это известная компания совместно разрабатывает с Sony дроны. У них тут представлены линзы для камер. Данный дрон использует камеры Sony. Вот они здесь представлены. Камеры Sony Alpha, полагаю. Я не знаю точно, какие модели. Но это надо на сайте посмотреть. А вот сам дрон. Небольшой дрон, но у него очень большой подвес. Очень тяжелый подвес. Видите, даже эти ножки на гидравлике практически. Как бы похоже на гидравлику. На самом деле обычные сервоприводы. Маленький дрон, маленькие лопасти, но он очень быстрый. Летает практически на скорости 30 метров в секунду. Максималка у него. Очень быстрый дрон. Да, кстати, Outel Robotics. Интересная контора, производящая разные такие небольшие дроны. Наподобие Mavic. И у них очень много разных там моделей. Вот у них показано здесь 6K. Камера на дроне. С артикей, вот сверху артикей. Снизу обычная камера, термическая камера. Там миники идут с защитой пропеллеров. А с этой стороны самолета. И подвесы к ним термические, мультиспектральные. Самолет с двумя сверху пропеллерами. Интересное решение, конечно. Я такого не видел. А на боках, по бокам крыльев сделаны такие поворотные модули. Сначала он взлетает вверх, как квадрокоптер. Потом они поворачиваются вперед и он летит. Пульт управления огромный. Но зато удобным. Где-то примерно 11 дюймов. 11-12. У них разные модификации есть. На самом деле, я таких дронов вообще не встречал. Но интересно. У них камера термическая в том числе. Меняться может. И есть зум-камера. Вот такого плана. Точнее, это даже зум-камера с лазерным дальномером. Интересно сделано. Здесь система этих очков для дронов. Продолжение следует. Смотрите. Смотрите. Спасибо. 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 У меня не говорится в дроне. Я не говорю в дроне. А, окей. Я говорю в английском. Это возможно? Если ты говоришь в русском. Да, русском. Да, русском. Как мы можем подключить эту систему вообще к дронам? Это специальное какое-то устройство нужно или? А, так как я могу ответить в английском? Я могу понять русский язык. А, окей. А, окей. Как мы можем подключить это для дронов? Например, DJI или… А, так это не compatible with DJI. А, а. Если у вас есть смарт-контроллер, то можно использовать его через HDMI. HDMI. А, я понимаю. Есть микро-HDMI. А, я понимаю. Так, вы связываете прямо к HDMI, а затем связываете к контроллеру? Правда. Правда. Смарт-контроллер имеет HDMI. А, я понимаю. Так, любые смарт-контроллеры можно использовать с гуглами, да? Да, да. Но обычно используете его с аналоговыми видеолинками. А, аналоговыми видеолинками. Да, да. И это, обычно, для дронового рейсов, фрестайл-пилотов, синематографов, которые используют аналоговыми видеолинками для низкой латенции, ultra-низкой латенции. Вы нужны в парке с некоторым рейсовом, да? Да, да, да. А, я понимаю. Это 5.8 или? 5.8. А, 5.10. Да, да. Окей, окей. Да, очень интересная система. Это также сет? Да. Это, в основном, это начинственный контроллер. Начинственный контроллер. А, окей. У нас есть симулятор. Да, да. Это контроллер, который, когда вы покупаете, вы первым летаете на симулятор. Да, да. Когда вы узнаете, как летать, вы включаете радио. А, я понимаю. Это 2.4 GHz радио модуль для контроллер. О, контроллер. О, это красиво. Это очень интересное система. Да, я впервые видел этот тип макер. А, действительно? Да. Что такое производство? В чем стране производство? Кроэція. Кроэція. О, это красиво. Да, это очень редко, увидеть на Кроэцій компании в жопанном доме. Где это? В основном, Руссия. В основном, Руссия. А, окей. Да, но я живу в жопанном почти 10 лет. А, окей. Да, я не верну. А, окей. А, окей. А, окей. И мы используем любые системы для автоматических путей, также путей, и другие. А, окей. А, окей. А, окей. Что вы сейчас используете для контроллер? Мы используем Futaba. Futaba, окей. Да, но мы используем джи-дроны и другие, как скайдио-дроны, аэрпиксы. Мы используем много таких дронов. Поэтому мы используем какие-то системы для контроллерных в зданиях. в очень низких местах. А, окей. Да, потому что для этого типа мы используем интересный систем. Мы используем аэрпиксы компанией called Immersion RC. Они делают видеолинк. Это их модуль в сайте. Это модуль 5.8G. Но мы также делаем модуль трансмиттер. Мы делаем хайбрид-трансмиттер модуль. Это означает, что они имеют контроллер и видеолинк на синглборне. А, окей. Для очень тяжелых аэрпиксов мы имеем 1W output. Это супер-порфул и может penetрировать и ГОСТ контроллер инк на синглборне. ГОСТ 2.4G. Но мы также имеем версию гигахерта которая имеет лучше penetрирование. Но просто дать вам идею, ГОСТ контроллер используется от топ-пилотов, топ-пилотов. ДРЛ, Мульти-ГП. все университет 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 и ГОСТ просто выполняет неплохо. следующий уровень мы разработали дуал банд ДОС который может 2.4G. Вы не знаете автоматический измен. Например, если вы выживаете инкоперенцию то он уничтожает в любую банду. Это очень 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 вероятно и вы получаете сигнал что я просто изменился к другому банду, но вы не чувствуете что это неплохо. Это компания в Japanese? Да, работали почти четыре года в Japan. в и в в в в в